Здравы будьте! Следующий миф из книги Каляды, который мы будем разбирать сегодня, носит название Деница. Этот миф является первоисточником для греческого мифа о сыне бога солнца Гелиосе Фаэтоне. Очень многим известен этот миф. Итак, славянский миф раскрывает нам мистерию знака Змеиносца. Дело в том, что существует не только 12 знаков Зодиака, общеизвестных всем, которые раскрывают высшие законы Бога для жизни земной. Существует также еще 12 высших знаков Зодиака. Всего их 24. Так вот, люди, у которых проявлены эти знаки, один из 12 высших знаков Зодиака, не могут жить чисто земным. Такая жизнь их не удовлетворяет. Рано или поздно они начинают задавать вопросы, искать на них ответы, и таким образом начинают свое духовное восхождение. В противном случае они будут чувствовать неудовлетворенность от жизни, и все им будет не в радость. А такое состояние, сами понимаете, до чего может доводить. Знак Змеиносца является одним из вот этих 12 высших знаков Зодиака и приходится на границу между знаками Стрельца и Скорпиона. 7 градусов составляет Алмазный путь и 7 градусов Сожженный путь. Считается, что в этой точке размыкается кольцо конечного времени и происходит выход на вечность. Легенд, раскрывающих мистерию этого знака, несколько. Наши предки передали нам одну из них в виде мифа о Денице, сыне Солнечного Хорса. Итак, начнем. Я зачитаю весь миф целиком, а потом дам некоторые пояснения. Как над синим широким морем не туманушки расстилались и не зорюшки занимались, поднимался камень горючий, и на этом камне горючим вырастала деревца ясень. Как с восточной дальней сторонушки прилетел к ясенью сокол, а близка мешка белгорючего увивалась лебедь белая, то не просто птицы слетались, родуницы с Деницей встречались, дети Хорса и Зареницы. Правда, ветер слух по земле носил, что Деница был сыном месяца, но сам Хорс признал его сыном, он простил Зарю-Зареницу. Как слетали собрать с сестрою, так прокричала лебедь белая. Что ж ты, братец мой ясный сокол, все сидишь на ветке, задумавшись, и своими очами ясными все глядишь во широкую даль, или скучно тебе в ородимом крае, на родимом островочке невесело? Отвечал Деница-сестрицы. То не ветер ветки склоняет, и не ясень кроной шумит, то мое сердечушка стонет, словно ясеня лист дрожит. Я хочу взлететь выше солнца и подняться превыше звезд, ведь отец мой великий Хорс, стать хочу подобным Всевышнему. И взлетел над морешком сокол и очами своими ясными он осматривал синюю даль. Минул морюшко твердиземное и Эльменское море, и Черное, и Хвангур, гору Березань, пролетел над горой Индерии, опустился в Ирийский сад. Тот Ирийский сад на семи верстах, на восьмидесяти он стоит в столбах, высоко-высоко в поднебесье. В том небесном саде трава-мурава, по цветочку на каждой травочке и на каждом цветке по жемчужинке, а в рук Ирия тын серебряный и на каждом столбочке свечка. И видны за тыном три терема, крутоверхие, златоглавые, как во-первых живет красносолнышко, ясноликий Хорс, сударь-батюшка, во-втором живет яснозорюшка, ну и в третьем там часто звездочки. Круг земной весь виден из Ирия. Видны боги морские в водах, в глубинах тритон черноморский и русалки морские чудо, боги духи гор и долин, и везде людские селения. Обернулся сокол Деницей и отправился в терем Хорса, и вошел и сел в отдалении, обернулся в пурпурный плащ. Вот сидит он, вот сидит на троне с марагловом пред Деницей великий Хорс и спросил Хорс сына Деницу, ты зачем Деница явился? О, отец мой, свет, мироздание, если вправду я тебе, сын, ты мое исполни желание. Дар любой проси у меня, я твое желание исполню, в том клянусь я горой Алатырской. Стал просить тогда сын Деница у отца его колесницу, чтобы целый день ею править, пронестись по своду небесному и подняться превыше звезд. Вознестись хочу, словно крышень, ко престолу Бога Всевышнего, чтобы здесь сесть одесную Бога. И качнул головой лучезарный Хорс, безрассудно речь твоя, сын мой, дар такой тебе не подходит, управлять моей колесницей и творец ворог не сумел бы, а его кто будет сильнее. Но не слушал Хорса Деница, «Если, сын, ты думаешь в сердце, что средь звезд дорога приятна, что увидишь там города и дворцы богатые, храмы, знай, что прежде на солнце путье ты звериные встретишь лики, ты тельца рогатого менешь и клешни грозящего рака, пасть свирепу льва, скорпиона, козерога рога и щуку». Засмеялся гордо Деница. «Если крышень прошел этот путь, то пройдет его и Деница, я молю, дай мне колесницу». Хорс повел его к колеснице, что сковал для солнца сварог. «Как у той колесницы Хорса золотые дышла и ось, упряжь у коней вся прострочена, строчка первая красным золотом, а вторая строчка чистым серебром, ну а третью-то скатным жемчугом. Вплетены в нее самоцветы хризолит, смарагды и сардоникс». «Вот коней впрягали ворожеи Пира, Эя, Феда, Атона. Зареница раскрыла двери в сад, цветущий алыми розами. Вывел Хорс в свою колесницу. «Если можешь, совет уследуй», говорил тогда яснолицый Хорс. «Ты натягивай крепче вожжи, понесут тебя кони сами. Знай, проложен путь среди звезд, следуй им ты, не уклоняйся. Не склоняйся направо к змею и налево к ворону черному». В колесницу взошел Деница и вожей руками коснулся, и помчались быстрые кони. Только чуют кони крылатые, что слаба рука у возницы, что легка под ними колесница. И ничей не слушаясь воли, прочь сошли они с колеи, опаляя землю и небо. Деница не знает в страхе, как вернуть на путь колесницу и клянет свое безрассудство. Видит он подобие животных. Вот дракон от холода вялый, близ оси полярной лежащий, от жары той разгорячился, пасть свою раскрыл и оскалил. Вот клешни сомкнул лютый скорпион. Показал он жало Денице. Как увидел Деница, жало. Все покрытое влагой яда. Пал без чувств и выпустил вожи. Тут уж кони преград не зная, понесли его без дороги. Пронеслись они над землею, и ее охватило пламя. Гибли в пламени Нивы, Долы, города обращались в пепел. Выкипали моря и реки, и Тритон, едва показавшись, вновь нырнул на дно океана. Мать земля в огне вся и в дыме обратилась ко сварогу. Почему же медлят перуны? Мир земной в огне погибает, гибнут дети мои и внуки. И тогда сварог царь небесный запустил перун в колесницу, поразил перуном Деницу. По всему небесному своду разлетелись колеса, спицы. Вот и ось золотая дышла, вот ярмо удила и вожи. И огнем объятый Деница полетел с небесного свода, и упал с небес сын Зари. Он разбился о землю мать, тот, кто сделал землю пустынью. Говорил он, взойду на небо, выше звезд вознесусь, и солнца, сяду я одесную Бога. Но низвержен он ныне с неба, и упал Деница звездою близ Руяна в синее море. Буря воет, и гром грохочет, солнце красное не встает. Вдоль по морю, по тихой зыбе, тело сокола лишь плывет. День прошел без ясного солнца, лишь пожары мира заряли, и сокрыл лицо лучезарный хорс. А заря с молодой родуницей облетели все под небесе, отыскали тело Деницы, хоронили Деницу в чаще. Над могилой сына хорса преклонились ольха с осиной. То не слезы зари с родуницей, и не сок стекает с деревьев, то янтарь стекает и стынет под лучами жаркого солнца. И тогда по велению вышня обратилась душа Деницы во звезду, что утром сияет, наступление дня предвещает. И теперь всевышнему славу поют хорсу и заре зареницы, и Деницы, и радуницы. Итак, Деница, сын хорса и зари, ну, по слухам, син месяца, об этом мифе говорилось в предыдущем видео, говорил, «Взойду я на небеса, выше звезд вознесусь и солнца, сяду я, одесную всевышнего». И упал с небес сын зари, он разбился о землю мать, тот, кто сделал ее пустынью. В чем же тут дело? Дело тут в гордыне, в раздувшемся эго. Не послушал Деница даже своего отца, мудрого хорса, и не имея достаточно ни сил, ни умений, решил пройти солнцепутье и стать Богом, подобно крышенью. О каком пути здесь идет речь? Здесь идет речь о пути солнца по секторам 12 знаков зодиака. Рождение Бога из человека происходит только у того, кто прошел в мистерии 11 знаков и достиг знака щуки, или рыб, в более привычном названии, через который преодолевается иллюзия мира материи. То есть тот, кто постиг мистерию знака щуки, или рыб, преодолевает иллюзию этого мира материального. Неподготовленному сознанию это не под силу, ведь перед этим идет знак водолея, урок которого нужно выучить, через который происходит отделение добра от зла и получение прививки от зла, то есть получение абсолютного знания, что есть свет, а что есть тьма. Перед водолеем идет козерог, где идет строительство внутреннего храма, обретение внутреннего стержня, происходит спасение из себя и других. Перед козерогом идет стрелец, где мы познаем высшие законы и расширяем свое сознание, ну и так далее. Деница, конечно, не был готов к этому, но решил взять престол Всевышнего, не обретя духовной силы и не преодолев свои страхи. Помните, кого он испугался более всего? Да, скорпиона. Знак скорпиона учит преодолевать свои страхи, стать астральным воином, очистить свою карму и стать победителем смерти, то есть и жить конечное время в себе, троесть разорвать цепь перерождений в мире материальном, то есть выйти на знак змееносца. Тот, кто проходит знак скорпиона, восходит по алмазному пути в храм Всевышнего, потому что именно со знаком стрельца, следующего за скорпионом, связан алмазный путь восхождения. Именно Китаврас построил храм Солнца. Тот, кто не смог преодолеть свои страхи, не стал воином и не победил змея в себе, тот падает по сожженному пути скорпиона и оставляет за собой выжженный след, то есть вовлекает в свою карму все и всех вокруг. Кто такой Сенхорса? Я думаю, здесь обозначен человек, который начал свое духовное восхождение. Он уже имеет силу влиять на людей, на коллектив, на коллективное бессознательное. Он уже некоторым образом осветился светом Солнца, светом Духа, то есть у него уже есть какие-то духовные силы. Однако, возгордившись своими достижениями, решает, что он уже достаточно силен, чтобы управлять колесницей Солнца и может достичь трона Всевышнего. Он использует свою силу, свою духовную силу, которую ему дают в аванс для личных нужд. Духовная гордыня приводит к плачевным результатам, а именно погибает Сын Солнца, ударившийся землю, то есть в таком человеке угасает голос Духа, и он вновь идет в мир материи учиться. Сожженная земля символизирует образное сожжение людей от идей такого духовного сгордившегося человека, ибо они зависят от него. Почему зависят? Да потому что это уже образно говоря Сын Солнца, то есть такому человеку дано в жизни уже что-то больше, он словно светит уже, чем иным. У него уже в чем-то есть духовная сила, сила небес. Однако не пройдя испытания эгоизма, пользуясь этой силой для своих эгоистических целей, такие люди, имея огромную силу влияния на сознательное и бессознательное людей вокруг, естественно, которые идут за таким лидером, могут тоже духовно погибнуть. Ошибкой же Хорса было то, что он как отец не подтянул сына Деницу до своего уровня, а знание Колесницу дал управлять, потому что сдерживал данное им слово исполнить любое желание сына. В астрологической же традиции человеку нельзя ни в коем случае самоутверждаться по функциям планеты, которая находится на сожженном пути, в конце знака Скорпиона, в карте рождения. Самоутверждение по этой планете ведет к тому, что можно многое разрушить и в своей жизни, и в жизни людей, зависящих от такого человека. И в греческом, и в персидском эпосе существует несколько вариантов мифов, связанных со змееносцем, но суть у них одна – испытание на эго для человека, уже обладающего духовной силой и стоящего над толпой. Миф заканчивается тем, что Деница раскаивается в своем поведении, и после его падения боги дают ему возможность все-таки стать звездой. Ну что ж, не самый плохой выход из ситуации, когда душа после смерти, допустим, физического тела обретает тело звезды. Желаю всем, несущим благо для людей, прежде чем это делать, подумать, а будет ли это благом действительно. Чем выше, заметнее человек, тем больше ответственность за свои слова и поступки у него перед людьми, ибо они следуют его примеру, его идеалам, они его слушают, потому что он им светит подобно солнцу. Не возгордитесь, и пусть вас минует падение подобное Денице. Благодарю всех за внимание.